Христос воскрес! Дорогие телезрители! Для всего христианского мира самым важным и потрясающим праздником является праздник Пасхи. Миллионы христиан в этот день радуются и славят Великого Бога. 8 апреля стал особенным днем. В Киевском дворце спорта в 14.00 начался пасхальный крусейд и состоялось праздничное служение, посвященное Светлой Пасхе, воскресению Иисуса Христа. Люди с невероятным трепетом и ожиданиями приходили во дворец спорта. Ожидаем Божьих благословений, хорошего настроения, так сказать. Поздравляю всех, братьев и сестер, всех в церкви, дочерней, и не только дочерней, с великим праздником Пасхи. Всем хорошего настроения. Пусть каждый ждет Божьих благословений, исцелений. Всего-всего самого наилучшего. Мы приехали, чтобы отпраздновать Пасху, чтобы люди поняли все, что Пасха – это Христос, это живой Господь. И чтобы все в этот праздник прочувствовали присутствие живого Господа. И что Он для нас сделал, чтобы каждый осознал в своей жизни живого Бога. Сегодня Пасха, сегодня воскрес Иисус, и мы пришли отпраздновать это. Я ожидаю что-то услышать для себя необычное, что-то пережить. Во-первых, сегодня воскресенье, которое даровало нам победу, даровало нам спасение в духовном мире и вечную жизнь. Это праздник, во-первых. Во-вторых, сейчас будет грандиозный крусальт, который будет проводить апостол, который будет сверхъестественное движение Духа Святого, и каждый ждет своего исцеления. Ну и в-третьих, это просто очень классное время провождения, такой весенний, классный, теплый день. Здесь происходит что-то сверхъестественное, необычное. Сегодня все люди пришли прославить Бога, потому что сегодня весь мир говорит «Христос воскрес». И, наверное, это правда. И здесь сегодня будет что-то происходить сверхъестественное, потому что воскресший Христос будет творить чудеса здесь. Программа «Крусейда» началась с концерта «Девовышние таланты Украины». Своими талантами нас удивляли дети с инвалидностью, воспитанники интернатов и детских домов, которым помогает благотворительный фонд возрождения. За долгие годы было проведено более 200 операций, стоимость каждой которой очень высокая, плюс курс реабилитации, медикаменты и препараты. Благодаря этому многие детки смогли встать на ноги и начать жизнь чистого листа. В этот день на праздник приехало более 300 детей со всей Украины. Благотворительный фонд возрождения полностью обеспечил их поездку, проезд, питание, экскурсию по Киеву. Многие из них впервые увидели город. Потрясает до глубины души осознание того, что мечты детей сбываются. Сейчас, благодаря партнерам фонда возрождения, эти ребята стоят на самой большой сцене страны и выступают со своими номерами. Я, самая ты, самая он, самый-самый лучший. Я, самая ты, самая мы, самые-самые лучшие. И кто с нами тоже самый. Я, самая ты, самая он, самый-самый лучший. Я, самая ты, самая мы, самые-самые лучшие. Молюся Богу, та й не знаю, чого маленькому мне тоді так приятно молилось, чого так весело було, Господне небо і село, ягня здається веселилось, та сонце гріло, не пекло. Звісно, це дуже важливо, це величина, це стремлення кожного чоловіка, виступити, во-первых, во дворце спорта, во-вторых, кожен змог вийти на сцену, кожен змог показати себе, і у коженого є талант. І це ще один знак, що у вас все вийде обязательно, несмотря на що, що треба вірити в себе, треба в виробний мир, і обов'язково все повернеться, все буде добре, головне вірити в інших людей, щоб обов'язково була допомога. Мене пригласили, щоб я розказав вірш, ну, гарно, престижно, ну, щоб мені не соромиться. Проживали, як це люди, люди відреагують. І як вони? Ну, овації, овації. Я хочу подякувати фонду, Баганіну фонду відродження за приглашення, і хочу подякувати, що тепло зустріли нас в інтернат. Хочу подякувати, що дали, ну, солодкий подарунок, ну, солодкий подарунок. Я звісно люблю конфеты, але мені найбільше подобається, як ви тепло зустріли нас. После таких ярких и незабываемых выступлений состоялось награждение каждого участника торжества, после чего апостол Владимир Мунтян помолился за каждого ребенка молитвой благословения. Продолжением Крусейда стала сильная молитва апостола Владимира за каждого присутствующего в зале и за телезрителей, которые смотрели Крусейд в реальном времени. В такой особенный день Бог прикасался к людям и менял их жизни. Разрушались проклятия, приходили ответы, многие получили исцеление и освобождение. Но сегодня пришел конец, пришел конец этим бесам и демонам. Дух колдовства, я тебя связываю именем Иисуса и говорю, убирайся прочь! Я призываю кровь Иисуса Христа на каждого человека. Я вас прошу, не отвлекайтесь, создайте условия для проявления помазания. Помазание, дорогие друзья, помазание – это физическое ощущение Бога. Это когда сила Святого Духа, помазание и есть эта сила, касается вашего тела. И вы чувствуете прямо тепло, огонь, жар, боль, электрический разряд. В этот момент, когда вы его ощущаете, вы должны знать, исцеляющая сила коснулась вас. И именно в том месте, где была болезнь. Захватывающее выступление детей, яркие эмоции, фундаментальное слово, меняющее мышление и сильная молитва – все это наполняло пасхальный крусейд, который провел апостол Владимир Мунтян. Люди с радостью делились нашей съемочной группой своими впечатлениями и поздравляли каждого со светлым праздником Пасхи. Замечательное служение и очень сильное помазание. Я верю, что сегодня многие люди получили исцеление, многие. И я благодарю Бога за послушание нашего апостола нашему Богу, потому что за счет этого он в послушании проводит такие крусейды, колледжи, телекрусейды. И до краю земли люди слышат слово, помазание их касается. И они потом приезжают сюда же и привозят с собой множество людей. Множество людей узнают о Христе, о Духе Святом, научаются. И потом идут дальше и продолжают, как ученики, служить людям другим. У меня впечатление невероятное. Я знаю, что каждый раз, когда апостол выходит на сцену, он говорит слово, которое реально коснется многих людей, что будет очень много исцелений, много чудес. Поэтому именно в этот день также множество всего этого произошло. Очень сильно касается слово, которое пастор говорит. Ты реально понимаешь, что это слово к тебе, что нужно в этой сфере что-то изменить, поменяться. Поздравляю всех с Пасхой. Желаю всем, чтобы было больше отношений с Богом, чтобы каждый человек духовно рос, возрастал. Я чувствовал конкретное касание Духа Святого. Я чувствовал жар по всему телу. Это было просто невероятно. Переживание меня очень-очень зацепило – это дети. Конечно же, хоть они и с какими-то ограничениями, но все-таки я очень доволен, что каждый из них талантлив и меня очень зацепило практически до слез. Конечно же, молитвы зацепили, дали много ответов для каждого человека. Я думаю, так же и для себя, и для моей жены. Ну, я пережил Бога на этом служении. Я доволен. Очень. Меня очень удивило, что дети, не смотрясь, такая аудитория великая, они реально показали свои внутренние переживания, не встыдались от того, какие они есть, не соромились от того. И оно как-то, знаете, не было такого у нас. Сколько проектов было, но это первый раз так. И это удивило меня, это наповнило меня, это вдохновило. И я думаю, что дальше оно еще больше и больше будет набирать популярность, потому что, ну, дети с такими, ну, возможностями, они касаются реально от сердца такого переживания. Ну, так что слава Богу за все. Молитва завжди апостолом, вона така, знаете, как уводить, я не знаю, как переказать, но я по-особному переживаю, вот, когда апостол молится. И после каждой его молитвы я, как на другой духовный уровень переходу. Поэтому я очень благодарю Богу за апостола, за его такие учения, за его молитвы, самое первое, за его посвящение Богу. Вот это для меня, знаете, такая поддержка. Во-первых, действительно, сегодня очень великий день в мире, и Христос воскрес. И для меня лично этот день – это любовь к Христа. И на сегодняшнем служении это очень ярко было проявлено, потому что первое начало служения, когда было все в благотворительном фонде, это, знаете, это как состояние души, это как, ну, тот момент, в котором ты служишь. Вот, потому что я партнер, и для меня это очень важно было увидеть, услышать. Скажем так, это проникло до глубины моей души. Дорогие партнеры, благодаря вам организовываются масштабные крусейды, оплачиваются операции деткам с инвалидностью. Именно вы наполняете их сердца надеждой и даете возможность осуществить свою мечту и воплотить ее в реальность. С вашей помощью такие добрые дела не прекращаются, и Евангелие продолжает распространяться по всем континентам. Ведь вместе мы сможем сделать еще больше. Специально для телеканала «Возрождение» Инна Марченко, Андрей Труфанов, Киев, Украина. И мои струбки прозори, силы не зодают. Осень и вода гуляет, напывая и ныкает.